После очередной победы 31-й на чемпионате России в Санкт-Петербурге Я сегодня специально для Железного мира проведу небольшой мини-семинар И покажу несколько своих упражнений, как и нюансы небольшие, с которыми я делаю Вроде нюанс, но немножко по-другому, чем делают другие атлеты Поэтому специально для Железного мира Присмотритесь и обратите внимание на скрытое от глаз Это не съемки фильма Он не актер А потеет он по-настоящему от тяжелой работы Настоящих атлетов, знающих толк в тренинге, не удивить подобным Для них такие декорации – часть повседневной жизни Это их общность Это их офис Это их фокус-группа А это их протеин Голд Стандарт 100% Уэй На днях в Питере, в Санкт-Петербурге прошел 27-й чемпионат России Я там 31-й раз стал чемпионом, победителем Значит, ну, я о чем хочу сказать Вот меня все спрашивают А почему как вы, Сергеевич, Александр Сергеевич, всегда в форме? Ну, я хочу сказать молодым и вообще ученикам своим И вообще всем, кто хочет быть постоянно в форме Хочу посоветовать после соревнованиях любых Даже вот я приезжаю с чемпионата мира Другой, если бы чемпионат мира выиграл Он бы, наверное, месяц в зале не появлялся Радовался, пил, ел, там, обжирался А я на следующий день приезжаю На следующий день иду в зал И начинаю готовиться к следующему чемпионату Многие начинают готовиться Сушиться и садиться на диету За месяц, за полтора И хотят это все успеть подготовиться То я начинаю заранее, месяца за четыре Поэтому у меня есть время подумать, посмотреть Как процесс идет Но обычно уже я знаю, что если я делаю все правильно Если я правильно питаюсь, если я правильно тренируюсь То к соревнованиям я буду обязательно в хорошей форме Вот, а некоторые друзья, ну, многие Они после соревнований на следующий день Ну, как можно за два дня прибавить 20 килограмм 20 килограмм Некоторые восемь, некоторые десять У нас такой есть Виталик Казаков Он приехал домой плюс 20 Так, 96 обычно на тренировке Ну, там, дома, да, вот перед межсезонья И, значит, он выступил в классике где-то 72-73, что ли, весел Приехал домой плюс 20, буквально И многие так Вот, поэтому я хочу посоветовать Вот, сразу после соревнований Стресс такой организму не делать Ну, почему я вот в 63 года Пока еще живой, здоровый И все у меня работает, все нормально Вот, хочу посоветовать Ну, сейчас уже многие начали понимать Что вот так вот разъедаться Чтобы потом гонять по 20 килограмм Ни к чему У меня ребята тоже ученики Есть, я хотел бы их тоже немножко поругать Вот, допустим, есть у меня два ученика Лисицын Сережа и Петров Дима Мэнс-физик, пляжники Если Лисицын в прошлом году занял третье место Ну, только пляжники только начали вроде как И он, буквально полгода у него было Чтобы подготовиться вот из нуля с нуля За полгода Он подготовился и стал третьим на чемпионате России Вот, а потом, значит, у него были проблемы там в семье Мама померла Он все это переборол, настроился И с весны, с весны начал готовиться на осень Вот за полгода Он добавил вверх, он добавил во всем Он добавил грудь, плечи, спину Вот, и сейчас он выступил Категория была очень сильная Состав сейчас, ребят, уровень очень высокий Вот, Сережа мне понравился, он добавил А Петров Дима был вот первый абсолютный чемпион России Он стал, как в историю вошел, как первый абсолютный чемпион России И он начал готовиться буквально где-то в августе Но месяца за два до... Я ему говорил, Дима, враг не дремлет, они... Ты просто не успеешь Вот, да, успею Ну, правильно, вошел он в свою прежнюю форму А ребята-то не дремали, они спали Они готовились, они расти, они прибавляли, они выросли Вот, и поэтому сейчас он стал третьим Хотя ехал сюда, в Питер Он хотел выиграть Он уже там уверен был, что он в абсолютке там Денег заработает, поедет на Олимпию Его немножко опустили Да, вот в угар там Я в лучшей форме, чем в угар В угар стал первым, стал абсолютным А Дима стал третьим Его немножко на место поставили Он сейчас подумает, делает выводы И мне кажется, будет к следующему сезону готовиться уже посерьезнее Вот, поэтому не надо расслабляться Враг не дремлет, ребята готовятся Надо думать о будущем Что-то я с вами заговорился Мне же нужно тренироваться Нужно же готовиться уже к следующему чемпионату, правильно? Ну, это был как бы мини-семинар Немножко учеба для начинающих Для моих учеников, для продвинутых В общем, был мини-семинар Лекция такая А сейчас я буду тренироваться И готовиться к следующему соревнованию Сейчас ножки покачаю Потом, может быть, ручки, спинку И чтобы так немножко Поддержать себя в тонусе А потом уже посмотрим Настроюсь я и буду готовиться к чемпионату мира Говорят, что надо выигрывать Дальше, мало им внести Дальше, мало им внести Хороший тренажер Вот на заднюю дельту Трапеция и задняя дельта Вот я развожу в сторону локтя Как будто Свожу и вот здесь вот Вот здесь растягиваю И свожу И задняя дельта работает Трапеция и задняя дельта Хороший тренажер Изолированный Вдох Выдох Полностью На полную амплитуду Растянулся И с полной амплитудой сократился Я хочу показать Упражнение на бицепс С гантелью Как бицепс работает Как лучше его прокачивать В каком положении мышцы больше работают В каком меньше В каком положении они растягиваются Каком на пик можно работать Да Вот если мы возьмем положение руки Вот Поставим значит Хват Если сверху Бицепс Видите я руку сгибаю А бицепс не работает Почему? Потому что работают плечо-лочевая И плечевая брахиалис Вот плечевая мышца Если я разворачиваю руку Разворачиваю Вот бицепс включается Но еще если я Значит вот С такого положения Локоть Висит он Пониже Чем вот в бедро Локоть Да Если я выше поставлю Я буду просто Рычагом переворачивать Вот так как рычаг Будет мне легко А бицепс нагружаться не будет Поэтому Я если высоко сяду Мне придется низко наклоняться Тоже неудобно Вот я сел чуть пониже Чтобы мне было удобно И вот Я значит беру гантелю Вот с такого положения Вес поднимать сложно Да Вот такое положение Рука вытянутая Попробуйте вот согнуть Вот Вот И вот с этого положения Работает весь Но бицепс Снизу начинает Вот как бы Если Армрестинг Ребята Которые занимаются Армрестингом Они делают все На короткой амплитуде Вот несколько человек Я видел Что у них бицепс На самом деле Короткий Вот вот здесь Вот А нам нужно Бицепс Чтобы был длинный Красивый Поэтому делаем С полной амплитудой Но Вот так опускаем Локоть ниже Бедра И вот с такого положения Как на пюпитре На пюпитре тоже Некоторые Просто кувыркают Вес Бицепс не работает Просто кувыркает Спиной Нужно чисто Чисто С полной амплитудой Вот из такого положения И получается Что бицепс работает По всей длине Достаешь Когда уже Рука горит Бицепс горит Есть же быстрые Да Медленный волок Вот Так не работает А работает вот так Вот когда поворачиваешь Вот Поэтому нужно Всегда бицепс делать С разворотом ганты А так работает у нас Плечевая Плечолчеловая Плечевая Но если мы Нарастим ключевую мышцу Значит у нас Толщина руки Будет больше Поэтому нужно делать И молоток Вот она Плечевая Под бицепсом Если Немножко она будет потолще Значит вся рука Будет больше Ну а трицепс Тоже зависит Очень Вот Когда трицепс Красивый Тогда и Рука смотрится Если трицепса нет То в половину руки А когда трицепс хороший Тогда и вот Рука так смотрится Во французском жиме Там на самом деле Напряжение На этот Вот надмыш Человек Там связка Через него Проходит Это ужасное напряжение И все Кто делал Французский жим Вот от лба Рано или поздно Воспаляется Локоть воспаляется Там перенапряжение Получается Воспаление Это связки Прикрепление И потом Долго приходится Лечиться И это повреждение Они в конце концов Они от него Отказываются От французского жима Как и я тоже Отказался Давным-давно Это вот сейчас Юра Новиков Выиграл Опять же Россию Ну как выиграл Он лет 50 летних Он выиграет Выиграл сейчас На Санкт-Петербурге Была Россия Он 50 лет и старше Вышло 15 человек Юра в 93-м Был чемпионом России Чемпионом Не был И сейчас Опять выиграл Вот тогда В 93-м У Юры Была такая Лапа Трицепс Такой огромный Там Вишневский Был 90 Маслов свыше Я Юру Спрашиваю Юр Как ты Такой Трицепс Накачал Он говорит Сань Два упражнения Из-за головы Разгибание Гантелей Или штанги Из-за головы Когда Локоть Находится Не здесь А локоть Там Трицепс Растянут И второе Упражнение Разгибание На блоке И с тех пор Я других Упражнений Больше не делал Вот я Сделаю Разгибание Я уже показывал Что я делаю Разгибание С гантелью И делаю Разгибание На блоке Трицепс Делает что Я уже рассказывал Что трицепс Руку разгибает Поэтому руку Надо согнуть Некоторые делают Вроде он Качает Трицепс Упрется Рогом И ногу Поставит И рогом Упрется И вот С такого положения Тетя там Вроде как делает Но если Трицепс Руку разгибает Так его надо Руки надо согнуть Не упираться Рогом А голову Брать Под грудь Грудь поближе Голову подальше Руку согнуть И трицепс Вот он разгибает Руку согнул Трицепс Еще и растянулся И не с места Вот с прямого угла Как советуют Некоторые авторы Потому что Вот попробую Вот я все поставлю И с места Я тут трицепс Просто тоже Буду Как бы надрывать А я немножко Вот растянул Даже чуть Сделал инерцию И разгибаю Вот делать вдох И на выдохе Все усилены Всегда делаем на выдохе Если я всегда буду Одной ногой Упираться Как некоторые Кроссоверы делают Одной ногой На блоке Одной ногой Ну и что-то В итоге может быть Какой-то перекос получится Поэтому Я всегда ставлю Ноги Спинку фиксирую И ноги ставлю Всегда ровненько Сегодня Сегодня Специально для Железного мира Я показал Несколько Упражнений Упражнений На бицепс Упражнений На трицепс Упражнений На ноги Как я их делаю Как я их чувствую У меня еще много Есть секретов Много нюансов Я думаю Что в следующий раз Если вы захотите Я могу с вами поделиться Вот Поэтому До встречи Спасибо большое Я готовлюсь Я не расслабляюсь Я хочу выиграть Одиннадцатый раз Чемпионат мира И тридцатый раз Чемпионат России